Сегодня мы закроем вопрос по огромному пласту мини ПК. Сейчас вот такие вот штуки могут быть как самыми простыми, офисными, типа на N100, так и игровыми на 600 и 700 Родионках. Про все эти миники мы уже рассказывали, дальше будем смотреть на модели с Ryzen AI и Core Ultra. Золотая середина сейчас это те, которые на каком-нибудь 5600U. Но если вам нужен максимально дешевый и достаточно производительный, зачем брать N100 с дохлой графикой, когда есть четырехъядерный Ryzen 3000 за те же 13-15 тысяч, это за весь комплект, 16 гигами ОЗУ и SSD на 256 гигабайт. Вот сегодня и выясним, что лучше, свежие потомки атомов или старые ряженки. На что способны такие миники в играх и рабочих задачах, или может быть все-таки доплатить за модели на свежих Ryzen. На связи МК, меня зовут Михаил Крошин. По традиции повторю, что мы работаем в широком диапазоне. Читайте IT-новости в телеге, смотрите на Ютубе, ВКонтакте и на Рутуб. А мы погружаемся в просто удивительный мир китайских портативных компьютеров. Поехали! Пока смотрим, что внутри коробочки с этим злым азиатом, кратко расскажу о ранних мобильных Ryzen и чем они хороши. Такие камни используют по принципу, что сегодня нашлось на китайском радиорынке. На выбор целая куча, от 2200U, 2500U и 2700U до 3550H и 3750H. Все это процессоры на Zen и Zen+. Фактически самая первая архитектура Ryzen прямиком из 2017 года. Из интересного – стройки Vega, которые гораздо лучше работают в играх, чем карты Intel. Судя по всему, мобильные ряженки 7-летней давности в Китае продаются на развес, а не как у нас перекупы по 5000 рублей, поэтому ценники различаются минимально. Около десятки за пустую коробку, а за 15000 можно найти или собрать обвес 16 гигами ОЗУ и SSD на 256 гигабайт. Для сравнения, базовый миник на шестиядерном 5600U, о котором мы рассказывали полгода назад, сейчас стоит под 17000 рублей, и это за пустую коробку. А с оперативкой и SSD будет дороже двадцатки. Прямым конкурентом по цене этого изделия будут модели на N100 или N95. 4Е-ядра из текущих Эльдерлейков на частоте в около 3 ГГц. Они поддерживают только один модуль DDR5, что кладет на лопатки встроенную графику. Там проблемы с играми десятилетней давности. Даже New Vegas лагает. Поэтому миники на 2000 и 3000 Ryzen выглядят интереснее, чем на N100. Понятное дело, что про двухъядерные модели мы забываем, и все-таки в 2024 году. А вот пятый и седьмый Ryzen предлагают по 4 ядра и 8 потоков на частотах около 3,5 ГГц. Ну и в стройке Vega, которые имеют по 8-11 вычислительных блоков и поддерживают полноценный двухканал DDR4. В общем, на бумаге это звучит как хорошая сделка. Значит, нужно брать вот такую вот жирную модель на 35 Ватт Ryzen 5 3550H и проверять. Подумали мы. Гэн-машин фирма на слуху, миники у нас массово продаются, продукцию мы знаем, в целом терпимо. Но не в этот раз. Из коробки Ryzen 5 3550H оказался зажат всего в 15 Ватт вместо стоковых 35. В биосе настройки TDP не работают, бездымный умав не помогает, но сработал XTU, кстати, впервые. Навалив процессору полный теплопакет, у белоснежки вывалилась кишка в виде жесткого троттлинга. Температура в сане взлетает под сотку. Частоты проваливаются даже ниже, чем при 15 Ваттах. Все это действие приводит к гарантированному черному экрану и ребуту максимум через пару минут. Если вы решили, что во всем виноват процессор, то нет. Виновников у проблемы сразу две. Разобрав вот это чудо, я в очередной раз убедился, что когда нужно очень сильно сэкономить, китайцы сообразят как. Радиатор целиком сделан из алюминия. В нем нет ни единого грамма меди, у которой теплопроводность в два раза выше. И именно поэтому ее используют в теплотрубках и пятаках кулеров. Как по мне, такую коробочку изначально можно было сообразить только под 15 Ваттные U-процессоры. Но в генмашин пришла гениальная мысль, почему не воткнуть 35 Ваттный H-чип, а то зачем их так много валяется с бэушных ноутбуков. По традиции, камушек видел всякое дерьмо. Он серьезно поцарапан и даже слегка сколот, а по бурому компаунду понятно, что за свои годы он успел хорошенько пожарить. Вычислительные слои в кристалле находятся близко к подложке, сверху пустая порода, поэтому на работе такие повреждения сказаться не должны. Ну и самое главное, зона питания. Худшая из всех миников, что я повидал. Они там решили, что запихнуть мосфеты аккурат под слот М2 без охлаждения и радиаторов – это в целом допустимо. Нет, не со стороны этой чахлой турбинки ставим строго под SSD по той самой схеме, что нарисовал Инжеляо. У нас там 4 фазы, и они с древним 15-ваттным камнем точно справятся. Но мосфеты не вывозят вообще. Нагрев VRM в сайне превышает сотню, они моментально начинают хорошенько припекать и модуль вафли, из-за чего лагает сеть, и бедолагу SSD, который кричит. Причем кричит всегда, даже в простое, у него там 80 градусов, а при работе накопитель в этой бане падает в оморок и уходит в защиту. Система даже не бдосит. Минник просто вырубается, и пока накопитель не остынет, посиди отдохни в нашем биос из 2000-х. В общем, если видите на Алике или в топах Пеппера вот такие вот коробочки с дохлой турбинкой, приклеенной на скотч куску рифленого алюминия, даже не думайте заказывать. Эти миники – убийцы SSD. Для такого кейса 15-ваттные процессоры – это потолок, поэтому нет никакого смысла брать гей-машины на 3550H и тем более 3750H. Они будут работать как более слабые 3500U и 3700U, упираясь в жесткий лимит TDP. Андервольтинга нет, вольтаж шкурва на первых ряженках не крутится, поэтому процессору помогут тут только ловкость рук и пара вентиляторов. По-хорошему нужно колхозить радиатор на VRM и ставить вентилятор, но я поленился, купил подставку за 500 рублей, замоклачивал на скотч USB-USB кабель и поставил небольшой радиатор на термопрокладке. Сильно это не помогло. Минник не вылетел из папки, запустил Doom, но поиграться с TDP даже так не получается. Комп снова бдосит. Ладно. Было решено заколхозить кулек прямо на кристалл и посадить на стяжке еще одну вертушку снизу. Выглядит это, конечно, максимально скверно. В телеграме подписчик показал более аккуратную версию с корпусом, сделанным на 3D принтере, но наш пациент этого не достоин и кулер на стяжках идеально подчеркивает его внутренний мир. Ну а голубая RGB подсветочка даст нам минус 10 к температуре. Дополнительных контактов для подключения вентиляторов у компакта, конечно же, нет. Но это не проблема, когда есть запасная материнская плата. Не экологически чистый, в этот раз охлаждающий чехол, вновь спас ситуацию. В стоке график температур идеально ровный. А если навалить все 35 Вт, он жарит на максимальной частоте даже в долгую. Поэтому кроме стоковых 15 Вт, я покажу вам истинную силу этого камня, чтобы было понятно, насколько китайцы обрезали производительность. Заодно удалось погнать оперативку, хотя официальные ранние мобильные ряженки поддерживают только DDR4-2400, получилось выжать JEDEC 3200 на 22-х таймингах. Дальше никак. Крутить напряжение на ОЗУ и контроллер памяти нельзя. Но даже так скорость работы с оперативкой выросла на 10-20%. Значит, интегряшки будет проще. Задержки при этом типичны для ноутбучных чипов AMD. Ну а чтобы старой ряженке не было скучно, сравним ее с актуальным N100 из прошлого обзора и Ryzen 5600U, где 6 ядер Zen 3, прокачанная Vega 7 и нормальные 35 Вт из коробки. Начнем с быстрого теста CPU-Z, где даже в стоке 8-поточный 3550H оказывается на высоте. 1800 баллов это сразу на треть выше, чем у N100. Зато последний быстрее в однопотоке. 380 попугаев против 350. Разница около 10%. Но если вернуть ряженке 35 Вт с помощью кулька, камушек выбивает аж 2100 баллов и догоняет N100 по одному ядру. Для 5600U это все детишки, там почти 4000 баллов. 6 ядер на Zen 3 дают жару. В 10-минутном тесте Cinebench R23 стоковый миник на 3550H прогревается до 85 градусов, но 15 Вт удерживает стабильно. Мне очень жаль в этот момент SSD, но на то он и тестовый. Тепла пакета хватило на 3 ГГц, недобор 20% до максимально возможных 3,7. Итоговый результат 3500 попугаев в многопотоке и 900 на одно ядро. N100 сократил разрыв в многопотоке до 15%, но при этом потребляет около 12 Вт. Все-таки Intel слишком сильно урезала Е-ядра, аж до уровня первого Zen. С 5600U все понятно. 35 Вт дают ему фору, так что он быстрее младших миников более чем вдвое. Выдав 3550H, паспортный 35 Вт с помощью Nechocha, можно выжать из него 4500 попугаев при 3,6-3,7 ГГц. Буст сразу на 25%. Кулер с прямым контактом теплотрубок плохо подходит для охлаждения голого кристалла процессора, поэтому температура упирается в 95 градусов. Но весь тест прошел стабильно, так что как минимум процессорной части удалось вернуть былое величие. Многогранный Geekbench 6 оценил дефолтную строчку, так минику назвали в результатах, в 3000 баллов на все ядра и 1000 по однопотоку. N100 похоже по многопотоку, но вот однопоток быстрее на 10-20%. Свежий тест отдает предпочтение свежему процессору. 5600U снова быстрее практически вдвое, при этом миник с ним стоит дороже лишь на треть. Вот такая китайская математика. Тест архивации 7-Zip любит быструю оперативку, поэтому N100 с 64-битной DDR5 оказывается медленней, DDR4 в двухканале сразу на 20%. 5600U вновь разрывает пространственно-временной континуум, отрываясь от собратьев в 2,5-3 раза. Раскочегарив 3550H до 35 Вт, можно снизить отставание до всего лишь двухкратного. Ну и еще один разносторонний тест PassMark. Он оценил потуги урезанного 3550H в 7500 баллов. N100 позади на четверть. 5600U впереди вдвое. Тут все уже стандартно. В 3DMark Time Spy встройка от Intel'а ожидаемо провалилась, она более чем вдвое слабее, чем Vega 8. Все-таки UHD встройки создавались не для игр. В свою очередь, раскочегаренная версия Vega 7 в 5600U быстрее своей старшей предшественницы в полтора раза. Отличный прирост за поколение. Если навалить старые ряженки 35 Вт, Vega 8 ускоряется на 15%. Не густо, но 3DMark часто показывают сферических попугаев в вакууме. Ладно, общие выводы подведем в конце, переходим к игрушкам. Самый первый нюанс, старые Vega и RX'ы, все. С марта 2024 года они больше не получают обновлений драйверов. Понятное дело, на интегряшке с 2017 года никто не станет запускать Vukong'а или новую Vahoo, а с Индией и онлайном проблем точно не будет. Но все-таки нужно помнить, что такие карты отправлены AMD в музей. А значит, если на них что-то не работает, уже не заработает никогда. Начнем сразу с жести Cyberpunk, почему нет? Minic на 5600U смог выдать условно играбельный результат с жесткими апскейлерами на Vega 7, а тут у нас Vega 8 и возможность удвоить кадры при помощи генерации. Но чуда не случилось, если 30 Вт в сайне дохлый в райм все еще худо-бедно отдавал, то вот все 35 при нагрузке и на процессор и на графику в тяжелой игре снова уводят Minic в черный экран. И это, напоминаю, при активном охлаждении с помощью кулера. Но мы нашли способ протестировать его в родном теплопакете. Для этого мы сначала прогнали бенчмарк в 15 Вт с дикими лагами при 20 ФПС, ну а потом, не выходя из игры, отпустили вожжи. В итоге потребление прыгает около 25-30 Вт, VRM каким-то чудом держится, а процессор и встройка бустятся до максимальных частот. Кадры по бенчу вырастают почти до 40, правда в HD с максимально шокалистым FSR, реальное разрешение получается 240 Пи. Играть так я не рискну, но уверен в комментариях найдутся эстеты. Включение магического генератора кадров FSR 3 из свежего патча при теплопакете в 35 Вт не сработает. Система просто повиснет. Картошка всегда радовала своей отличной оптимизацией под самые слабые ПК. Пробивать броню можно даже на дровах из позапрошлого десятилетия. И здесь N100 удивил. При 12 Вт можно рассчитывать на 70-100 ФПС с самыми минимальными настройками графики в Full HD. 3.550H вполне хватает 17-18 Вт, чтобы кадры на низком пресете ушли далеко за сотню. Интегряшка при этом бустит на 600-800 МГц, упора в нее нет, не справляется однопоток первого Зена. Но вот поднимать графику до среднего уровня не стоит. Теперь Vega 8 загружена на все 100, но вот кадры падают к 30-40 с фризами. Так играть уже некомфортно. Синяя интегряшка на таких настройках вообще умирает. На Vega 8 при желании можно замахнуться даже на 2К с низкими настройками графики. На легких картах ФПС может тоже доходить и до 130. А вот шестиядерный 5600U снова в недосягаемости. На тех же средних настройках графики в Full HD ФПС стабильно за 60, причем в HD клиенте. Обновленная дота перестает быть народным киберспортом, упор в одно ядро делает больно не самой старой ряженке. В стоковом минике процессор перетягивает ваты на себя и Vega 8 работает на минимальных 300-400 МГц. В серьезных замесах на низких настройках графики в Full HD можно провалиться до 40 FPS с пилой на графике фреймтайма. Результат очень близок к N100 и только на 5600U в доту можно комфортно поиграть со средними настройками в Full HD при 60 FPS и нормальным временем кадра. Второй Counter-Strike тоже серьезно потяжелел на 3550H при 15 ваттах. Раздавать хедшоты получится разве что в HD на низких настройках графики. Кадры прыгают около 50-60, фризы через несколько минут пропадают, управление достаточно отзывчивое, процессор при этом прогрелся до 80 градусов, графика снова борется за жизнь с частотой в 500-700 МГц. Но в любом случае на N100 ситуация будет гораздо хуже. Даже с апскейлерами можно выжать лишь в 30-40 FPS. И только разлоченный 5600U обеспечит здесь минимальный комфорт. Поиграть удастся в Full HD на низких настройках при 60-70 FPS. Куда уж без вечного Скайрима в тестах слабого железа. На N100 в ванильной версии 2011 года можно получить рваные 30-50 FPS с тормозами в HD на низких настройках графики. А вот 3550H при 15 ваттах неплохо тянет уже SE версию из 2016 года. Стабильные 40 FPS на низких настройках в Full HD без серьезных фризов и с отзывчивым управлением. Fallout New Vegas впервые появился в тестах именно N100. Игра знать не знает о какой-то интеловской встройке и рисует забор на времени кадра с падением до 40 FPS. У 3550 даже на 15 ваттах таких проблем нет. Побегать по пустошам можно на низких настройках в Full HD при 60-70 FPS. Тут на первое место вылазит именно однопоточная производительность и память. Поэтому Ryzen здесь снова впереди. Ну и как я говорил в начале в PUBG на стоковом минике, гейм овер случился на моменте посадки. Полная загрузка всех 8 потоков, нагрев процессора под 90 градусов, кипящие мосфеты и гарантированный черный экран через минуту. И это при том, что мы ничего не меняли в изделии, оно просто выключается само по себе. А вот замоклачив на чочь, можно стабильно поиграть при 15 ваттах. Но рассчитывать на высокие кадры тут не стоит. Даже на минималках в HD FPS при беге по карте болтается около нестабильной 30-ки с подъемами к 40 в зданиях. А вот на машине легко словить дропы до 15 кадров. Попытка воткнуть 35 ватт даже с охлаждением провалилась. VRM быстро отправит любоваться базовым интерфейсом ввода-вывода. Ну и под конец Doom Eternal. Игра создавалась при поддержке AMD и заточена под веге, поэтому 3550H даже на 15 ваттах. Проблем с игрой нет. Низкие настройки графики, HD разрешение и даже в мясе кадры не падают ниже 30 и в среднем держатся ближе к 40. Стройка бустится до 800 МГц. Почему я говорю так? Потому что я связист и на флоте нас учили говорить именно так. В радиоэфире 800 будет звучать четче, чем 800. В общем упор полностью во встройку, управление немножко желейное, фризы тоже появляются, но при желании поубивать адских монстров можно. Подключение на четче и полного теплопакета, серьезно картину не поменяют, теперь и процессоры Vega 8 бустятся до максимальных частот, но кадры подрастают не слишком-то сильно. Стабильных 40 плюс FPS в замесах все равно нет, но играть немножко комфортней. Ну и конечно же, я решил поработать на этом минике. Скажу вам, это дохлый номер. Софт от Абобы знать не знает про интегрированную Vega из 2017 года, а значит в фотошопе и премьере отдуваться будет только процессор. Если худо-бедно поправить картинку в нем получится, то вот рендеринг видео явно не про 4-х ядерник 7-летней давности. Наш тестовый трехминутный ролик в 4К процессор в 15-ваттном режиме осилил за полчаса. Так что его реальный предел это монтаж Full HD роликов со смартфона. Вот бы сюда пару теплотрубок, какой-нибудь медный радиатор, мы такие видели у миников вот этой фирмы. Накинуть мосфетов в зону питания, прикрыть их радиатором и 35 ватт были бы у нас в кармане. За 15 тысяч получился бы отличный компакт под мультимедиу и какой-нибудь киберспорт. Но даже при 15 ваттах старая ряженка способна конкурировать с N100. Урезанный 3550H оказывается быстрее и в играх и в рабочих задачах. Но без дополнительного охлаждения даже не рассчитывайте на стабильность. И колхозить охлад ради того, чтобы поиграть в PUBG на минималках, ну это просто смешно. Самое главное, эти модели изначально спроектированы неправильно. На пеппере такие миники часто висят в топах и даю гарантию, что у кого-то из купивших точно отрыгнет SSD. Реальный предел вот такого вот изделия – просмотр роликов замедленного ютюба хоть в 4К 60 фпс, шустрый серфинг в тяжелом интернете, работа с документами и максимально нетребовательные игрушки. Можно смело экономить и брать простые версии с Ryzen 5 2500U, они будут еще на 1000 дешевле. При упоре в 15 ватт разницы вы не увидите. У нас в редакции мнения насчет вот этого мини-ПК разделились. Лично я после всех этих танцев с бубном, бдосов, перегревов посоветовал бы вам в качестве дешевого миника модели на N95 или N100. Егор считает, что все китайские дешевые компакты одинаковы по качеству, и уж лучше взять бодрый 7-летний процессор с нормальной графикой. Ну, тут уже решать вам. А если хотите чего-то большего, покупайте миники на 5600U. 5600U – это одно и то же, мы про это рассказывали. С 16 гигами ОЗУ выйдет где-то за 21-22 тысячи рублей. Пустую коробку можно найти за пятнашку и собрать конструктор самому. Это сейчас лучший входной билет в мир портативных ПК. Ну, а за 24 тысячи уже берется миник на инженерном Ryzen 6600H, уже с DDR5 и графикой на RDNA 2. Там производительность процессора еще вдвое выше, ну а встройка без проблем тянет киберспорт и даже запускает киберпанк. Вот, в принципе, и все, что сейчас предлагает рынок. Ждем недорогие компактные ПК на новых Ryzen AI, где графика еще на 30% быстрее и Core Ultra. Пока такие машинки стоят слишком дорого. А вот этот миник мы отправим линуксоидам. Они точно найдут ему применение. В описании будет ссылочка на наш телеграм-канал по линуксу. Там мы собираем всех любителей свободного ПО. Подписывайтесь и участвуйте в розыгрыше с подарками. Читайте IT-новости в нашем сообществе ВКонтакте, в Телеграме, смотрите на Ютуб и Рутуб. Все ссылочки будут в описании. Меня зовут Михаил Крошин. Сеанс связи окончен. Субтитры создавал DimaTorzok